amары а дэвид блэйн битс дэвид блэйн бля Stat demandé мимо лотка тем временем дымовым запрос облом чего-чего-чего-чего еще раз кошак делает свои дела мимо лотка тем временем экономики забрал мимо мимо лотка забрал такое дерьмо забрал сразу же здарова дядь знаешь базару нуля пончик но здесь не будет крутого монтажа ну максимум что я могу сделать из монтажа это тупо взять маленького котика и накормить его пельменькой и давайте в этот раз без тупых шуток ну ладно ладно дядь давай одну шутку выиграл в лотерею миллион рублей батя который ушел за хлебом пять лет назад темку олды на месте это я олд это я олд тут я реально мне нужно сделать привет стиле юки и дрил но что я вообще знаю об этом стиле кажется надо дэвид бит сделать видосы вот стиле вот таких нарезок типа как мемы блять типа типа выиграл до миллион типа батя спустя лет типа блять и ставочка какая-нибудь ну типа реально у него это самое нормально ведусь и дальше можно уже не смотреть все что такое юки и дрилл расшифровка ютей украина ладно ладно пацаны насколько я знаю дрилл это такой жанр в котором не может считать каждый окунь с района особенности дрилл первое это абсолютно другая структура бета и второе это низкий тенбр голоса затем это очень опасные тексты тут я примеры возить не буду потому что ролик снесут ну и последок это своеобразные движения бля ну такие движения в тик токе записывают обычно открываем фл студия уливаем от количества кнопок закрываем юки и дриллу перман открываем тук-тук-тук блять все что мы чего это звучит как-то осудительно наверно ну немножко так реально бля здесь это мелодии на струнах моего сердца сыграла эта гитара закинули красиво базару 0 но не хватает чего-то пока такого атмосферного и конечно же в моем драмке те пацаны шаурмы есть подобные звуки попробовал их закинуть и получилось полный а значит все идет по плану кого хранить-то собрался еще загрузить дальше идут хай-хаты базару 0 если бы я сейчас сделал трек в стиле слава мэрлоу ммммштерн жесткий трэп и подобное то я нажал филыч ту степс но соса в явленном риле полностью меняется структуры полностью ладно хуй я попробую берем яркие как свет когда встал посадь посреди ночи хай-хаты чтобы они были похожи на сныра и ставим их чтобы были такие перебивки очередь по поля здесь как будто рассинфрон я слышу будь это не дрил бит мы бы ставили их равно между этими промежутками То есть ритм был бы ровный как тип с района, который откинулся позавчера с зоны. Но здесь мы берём эти два пельмени и перемещаем вправо. Время пришло добавить бас. Здесь и раскрывается основная суть дрилбитов. Главная особенность это так называемые глайды слайды. Хуй как это называется, дядь, я хомяк. Когда мы просто ставим бас, это обычный бас. Когда мы нажимаем на эту светлану и ставим бас, это тот самый попрыгунчик. Так, блядь, мне Дилара пишет. Начали говорить про рэп. Моргенштерна. Сразу Дилара такая. Так, блядь. Привет, чё делаешь? Ну что опять, камеру настроить или ещё что-то? Фух. А шо вот, ну как бы, ё-моё, затея, ну как бы, это самое. Посмотреть, чё я делаю-то. Ну. Обычный бас это точка А. Попрыгунчик это точка Б. От длины этой паной субстанции зависит то, как быстро бас из точки А перейдёт в точку Б. Теперь я делаю на этих слайдов миллион штук нам. Вы мадримеры. Нихуя. В этой картине не хватает только жёсткого кика. Но этот кик будет лишь её дополнять. Нет, блядь, бам. Послушайте сами. Практически в каждом таком треке обязательно есть всякие звуки вострелов и другие приколдессы. Не забывайте про это. Не будем, конечно, говорить вслух сайт, где можно купить лучшие звуки для бетов КХМ-КХМ. Осталось закинуть сюда Альпенгальда. Какой стиль нам разобрать дядь базару 0? Пиши в комментариях. Хе-хе-хе. А я сейчас осуждаю слова, которые там звучат. Я ничего не понимаю. Не, ну вот это неплохо, реально, кстати. Молодец. Но всё-таки мемы бы лучше озвучивал, как его звали-то, блядь, я забыл уже. Который мемы озвучивал. Читал с картинок. А, Макс Максимов точно. Он вообще живой, нет?